Всем привет! В предыдущем видео я научил вас создавать папку на рабочем столе. Вот наша созданная папка. И обещал показать вам, как в эту папку копировать что-нибудь. Допустим, фотографии, музыку или еще какие-нибудь игрушки. Чтобы нам скопировать в папку что-нибудь, давайте ее откроем. Открывается вот такое окошко. И с помощью мышки мы это окошко вот так вот сужаем. Чтобы сузить окошко папки, мы должны навести вот этот курсорчик мышки на вот эту вот грань. Или границу окна. И нажав потом вот эту кнопку мыши, и удерживая ее, растягивать границы в ту или в другую сторону. Все. Одно окошко у нас открыто. Теперь мы должны пожелать что-нибудь скопировать. Мы можем полностью в эту папку скопировать вот эту вот папку Ардуино. Но давайте скопируем не всю папку целиком, а лишь часть файлов, которые в ней находятся. Двойным щелчком вот этой вот клавиши мышки мы открываем папку и видим в ней ее содержимое. Чтобы нам эта папка не загораживала нашу папку, мы также уменьшаем ее размер. Все. У нас две открытые папки, в одной из которых находятся файлы. И давайте парочку файлов скопируем вот сюда. Либо просто перетащим. Смотрите, чем это отличается. Если мы возьмем файл Ардуино, вот так вот его выделим, и мышкой, с помощью вот этой клавиши, надавив на курсор, вот сюда, на файлик получается, мы даем, и удерживая кнопку, тащим мышкой файлик вот сюда, в эту папку. Отпустили. Файл у нас не скопировался, а перетащился. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны это не очень удобно. Я верну все назад и научу вас именно копировать файлы из папки в папке. Чтобы нам скопировать файл, мы должны для начала его мышкой как-то выделить. Вот, допустим, у нас выделен файлик номер 5. А мы хотим скопировать, именно скопировать файл Ардуино. С помощью вот этой кнопки мышки, наведя курсор, мы делаем один щелчок и отпустили кнопку мышки. Файл выделился. Теперь же мы нажимаем вот эту кнопочку мышки. У нас появляется вот такое контекстное меню. В этом меню есть пункт. Копировать. Нажимаем его. Меню исчезло. Вроде бы ничего не происходит, но теперь мы курсор переводим в нашу папку. И нажав уже вот эту же кнопочку, правую у мышки, увидим вот такое меню. В этом меню появится вот такая надпись «Вставить». Нажмем ее. Все. У нас есть файл в этой папке и в этой папке. Все удачно скопировалось. На этом наше повествование и наш урок закончено. В следующем уроке я покажу, как переименовывать файлы и делать их секретными. На этом все. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...